Выпуск продолжит блок спортивных новостей. На правах хозяина соревнований «Ноябрьск» представил большее количество участников – 10 человек. Всего же 18 бойцов и 9 боев. Первыми на ринг вышли спортсмены-любители и сразу задали тон соревнованиям. Удары противников поочередно достигали цели. Однако более удачливым стал Евгений Коваль. Точным ударом он разбил нос противнику, которому в итоге засчитали техническое поражение. Следом пошли схватки профессионалов. Клетки, а именно так по-простому называют «восьмиугольник», встретились муравленковец Хагани Салаев и представитель «Ноябрьска» Арзу Перметов. Что интересно, последний чистый боксер несколько лет отдал тренировкам в этом виде спорта и сегодня впервые вышел на ринг боев без правил. По идее Хагани нужен был лишь один точный удар в цель и соперник был бы отправлен в нокаут. Однако противник Арзу, видимо, точно понимая намерения своего соперника, заставил того проводить практически все время в захватах в портере. Ногами выталкивай! Ногами выталкивай! Ногами выталкивай! Ползе, ползе, ползе! Арзу, не торопись, Арзу! Давай, нога! Почему Арзу выбрал именно такую тактику, стало известно уже после боя. В конце первого раунда сломал руку, в последующие два раунда пришлось продолжать с травмой. Было тяжело, так как бить не мог. Несмотря на травму, Арзу довел бой до конца. Победного конца. Ему золото, медаль, кубок чемпиона и уважение соперникам. Он вольник, как он говорил, там сказали, это мастер спорта, у него по вольной борьбе опыта больше, чем у меня. Из-за этого он на партер тянул. А так, если бы первый раунд в стойке, если бы он не был борцом, то я бы нормально показал. Ну ничего, первое соревнование, это ничего не решает. Самое главное, не сдался, ну и до конца отступал. Не обошлось в этот вечер и без глубоких нокаутов. О том, что в клетке земляки коллеги по рингу, да и, возможно, просто хорошие знакомые, оба ноябрьца забывают с первых секунд поединка. Мощный удар и тактическая борьба, мучительные захваты в партере. Заключительный раунд. Евгений Баринов наносит последний в этом противостоянии удар. Удар был такой силы, что без помощи медиков сопернику Евгения было бы не обойтись. Благо, бригада скорой помощи на чеку. Несколько минут и противники уже жмут друг другу руки. Я был достаточно спокоен, сосредоточен, не волновался, не нервничал. Просто вышел и сделал то, что умею и все. Кстати, бои без правил – это лишь только название. Этот вид спорта, впрочем, как и все остальные, подразумевает свод определенных табу. Самое главное здесь нельзя давить на глаза. Это единственный момент. Удары локтями по позвоночнику, по шее и так далее. В партере локтем тоже запрещено работать. С каждой новой схваткой рев восторженной аудитории усиливается. Он достиг апогея, когда в восьмиугольник вышли тяжеловесы. Тут уж точно каждый удар сродни землетрясению. Казалось, соперники дрались не на жизнь, а на смерть. Кульминацией вечера стал бой двух профессионалов из Ноябрьска – Муслима Ахмедханова и Ислама Хацыева. Первый претендент занимается боевым самбо, второй – смешанными единоборствами. Соперники бились, зал бушевал. Каждый удар, как пуля, летел метко и ранил больно. Однако оба претендента выстояли до конца. По решению судей, лучшим признан Ислам Хацыев. Кстати, по итогам соревнований из девяти кубков семь остались в ноябрьске. Любители отчаянных поединков в этот вечер насытились впечатлениями от души. Спортивный праздник не для слабонервных. Организаторы пообещали повторить. Примерно через полгода. Денис Ручкин, Екатерина Котова, Александр Иванов. Новости нашего города.